Уважаемые члены Казахского общества слепых, хочу вам обратиться. Я Таипов Руслан Турсунович, работал два с половиной года на предприятии города Урудного. 27 числа был назначен на Караганецкое УПП КОС Казахского общества слепых. Меня пригласили туда работать, чтобы развивать и поднимать, так как я в РУДном работал, достиг определенных результатов, открыл новый профиль и набрал опыта. Центральное управление меня пригласило в Астану, сказало, что идешь ты на повышение, у тебя есть опыт работы, есть результаты. И 27 января я вступил в должность директора на Караганецком УПП КОС. Столкнулся я там с большой проблемой, о чем оповещал, докладывал в ЦП. Наврузбаев Алмат Сабиджанович, нас председатель, обещал нам поддержать нас. Примжанов Талат Аканович обещал помочь, долги решить. И как бы работая, через неделю я столкнулся с такой ситуацией, что были хищения большие, выведены. И задался вопросом, оповещал я председателя нашего Нарусбаева Алмата Сабиджановича, на что он мне ответил, что будет аудит проводиться, будут возбуждаться уголовные дела. И каждую неделю я убеждался, что этого ничего не будет. Будет вам помощь, помощи не было. После этого я обратился с письменным заявлением в президиум. Доложил о том, что Примжанов Талат Аканович на момент моего вступления в должность, 27 января, по его распоряжению полтора миллиона были перечислены на ИП. То есть директор предыдущий Булат Аукенович, Мусабеков Булат Аукенович, с разрешением Примжанова перевел полтора миллиона тенге. Я уведомил ЦП главного бухгалтера. Реакции никакой не было. О положении я докладывал, каждый днем письменно докладывал ЦП, какие там были договора уничтожены, документация отдела, кадровая работа по рабочим нашим. Все это было уничтожено. На что мне сообщали, разбирайся на месте, я разбирался. Долги были по электричеству, по задолженности, по заработной плате. На что мне обещали погорсить все это. Но помощи никакой не было. И чем больше я об этом заявлял, тем больше на меня давление оказывало. И в таких условиях я не мог работать. И мне пришлось написать заявление и покинуть это ОПП. Но я хотел работать. Я хотел работать, создавать новые рабочие места. Но мне этого не дали. И я с каждым днем это понимал, что здесь уже центральное правление, видимо, замешано в каких-то моментах финансов. Потому что пышный директор об этом не скрывает. По слухам рабочих заявляет. И я сейчас что могу вам сказать о ситуации общеслепых? Катастрофическая. Директоров не хватает. Центральное правление никак нас не поддерживало. Ладно бы, я не просил их. Я производственник, да, я мог бы как бы наладить работу, продолжать. Но долги перед рабочими, которые приходили, плакали, что кредиты надо платить. Надо решить зарплатой вопросы. Я наурсбаеву об этом заявлял. На что он мне сказал. Ну ты попробуй без денег. С деньгами любой дурак может. Я долго не могу сейчас все вам изложить. Я думаю, это я буду публиковать. Дальше эту тему развивать так, как мне с регионов обращаются многие наши члены нашего общества, которые болеют. Которым не дали тоже работать. Которые правду говорили. Наурсбаев своим аппаратом, участвуя, находясь на должности такой, у него есть аппарат целый. Он может любого руководителя разными рычагами задавить. И как бы с регионов мне многие обращаются тоже, бывшие директора, председатели, о том, что этот бардак, он не первый год идет. Наурсбаев четыре года назад обещал навести порядок, молодежь привезти в управление. Этого нету. Понимаете? Примежалов Старласа Канч, он, оказывается, работал еще при авокирове, которую привлекли к уголовной ответственности. Понимаете? Получается так, что как бы обещания его, да, они как бы не осуществились. И два с половиной года мне тоже Наурсбаев говорил, ты с опытом, надо поднимать предприятие, кадровая политика у нас хворает, специалистов не хватает, надо болеть за общество. Я принял решение, поехал в город Рудной. Ну ладно, два с половиной года прошло, поднял я там предприятие, теперь меня отправляют в Караганду, обещая, что последующий меня переведет в город Алматы. Но столкнулся с такой ситуацией, да, что, катастрофическая ситуация в городе Караганде. И при том-то, меня что сильно удивило, что наша, казалось, сообщество слепых, это не бедная организация. У нас имеются финансы, у нас есть возможности, понимаете? И этими возможностями почему-то я помощи никакой не увидел. Я вам обращаюсь, давайте не будем молчать, если есть факты, высылайте. Как Алма-Цабижан говорит, фактами говорите, я это все могу фактами подтвердить. Понимаете, мою работу за месяц на Караганде, я бы решил эту проблему, если бы они долги закрыли предыдущего директора, который более 80 или 100 миллионов вывел. И ЦП молчал, а кто допустил это? А кто ответственный? Алма-Цабижан, вы за это ответственны. Вы за каждого члена общества должны отвечать. Вы должны нам помогать. Я этого не увидел. Я человек такой. Я пришел интересы рабочих защищать. И предприятие поднимать. А что я там увидел? И вы меня обвинили, что я врун. Я вам факты все предоставил. Что ваш заместитель был замешан. В перечисление полтора миллионов. Я в президиум написал. Вот жду. У вас президиум каждый месяц должен был проходить. И призываю членов президиума рассмотреть мое заявление. Разобраться. Но этого не было. Вы защищали. Вы на собрании директоров выступали в защиту Примжанова. Когда еще вам ваши члены президиума сообщали, что он пьянствует на работе. А на собрании Марат Примжанов заявил, что на работе и вы употребляете спиртные напитки. Нужны нам реформы. Нужны перемены. И вы, оказывается, заявили на собрании, что вы бизнесом занимаетесь. У вас есть миллионные доходы. Пожалуйста, ответьте, откуда у вас миллионы есть доходы. Я призываю молодежь быть активным в нашем обществе. Не надо допускать таких неправовых действиях со стороны председателя и его команды. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я призываю все регионы Казахстана, всех наших членов откликнуться, дать комментарии и привести факты в ваших регионах. ДимаTorzok Продолжение следует... В дальнейшем мы вам расскажем более подробные ситуации. Сейчас я об этом вникаю от вас, получая сообщение. Будем прорабатывать. Если в ваших регионах есть ваши активисты, наши активисты, пожалуйста, свяжитесь с нами. Телефоны мы укажем. Будем поднимать эти вопросы вместе. Пытаться решать их вместе. Всего доброго. Надеемся, мы наведем порядок.